Активейт Блиппи-стейшн! It's time to get up and shout! I wonder what we'll learn about... Блиппи! Что издаёт этот звук? О, это гоночная машина! Она так быстро мчится! Ты прав! Блиппи-мобиль никогда не сможет ехать так быстро! Хм, интересно, почему гоночные машины намного быстрее обычных машин? Хорошая идея, Дибо! Мы можем попасть на гоночную трассу и выяснить! Мне понадобятся шины для гоночных машин! Шины для гоночных машин принято! Активировать Блиппи-станцию! Блиппи-мобиль готов к приключению! Привет! Ты здесь, чтобы опробовать гоночную трассу? Привет! Это я, Блиппи, а это Дибо! Мы здесь, чтобы выяснить, почему гоночные машины намного быстрее обычных машин! Привет! Я Рикардо! Позвольте мне показать вам нашу трассу! Давайте погоняем! Хорошо! Перед началом гонки у меня есть очень важная работа для тебя, Дибо! Мне нужно, чтобы ты был капитаном пит-стопа! Во время гонки я останавливаюсь здесь, чтобы вы могли поддерживать меня в отличной форме! Можешь помочь и выполнить эту работу? Неплохо для начала, Дибо! Но тебе придется заправлять мой бак и менять мои шины! Ладно, давайте погоняем! Наденьте каски и пристегните ремни! Ух ты! Я еду очень быстро! А я даже еще не разогнался! Всего-навсего какие-то 300 километров в час! Гоночные автомобили сделаны из более легкого материала, чем обычные автомобили! Плюс моя форма помогает мне легче мчаться против ветра! Это называется аэродинамика! Ты и мой Блипи-мобиль определенно разной формы! Капитан пит-стопа, делайте свое дело! Я верю в тебя, Дибо! Рикардо, у тебя есть специальные шины? Да, мои шины шире и мягче, чем обычные автомобильные шины! Поэтому я могу ехать еще быстрее на этой гоночной трассе! Спасибо, Дибо! Теперь ты еще быстрее! Мой мощный двигатель в пять раз мощнее обычных двигателей! Я могу разогнаться до скорости 360 километров в час! Увидимся после финиша, Блипи! У-хо-хо-хо! Я в шоке! Но теперь у меня есть ответ на мой вопрос! Почему гоночные машины намного быстрее обычных машин? Гоночные автомобили аэродинамические и сделаны из более легкого материала, имеют специальные шины для соревнований на гоночной трассе и сверхмощный двигатель гоночного автомобиля! Загрузить ответ, Дибо! До свидания, Рикардо! Пока, Блипи! Пока, Дибо! Чао! Мне кажется, что твоя гитара как-то неправильно играет, Дибо! Ммм... А мне интересно, как устроена гитара? Ты прав, Дибо! Давай-ка узнай! Ха-ха! Мне понадобятся крылья! Крылья принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! Рок-н-ролл! Это звучало здорово! Мне так понравилось! Спасибо! Привет! Это я, Блипи! А это... Дибо! Я Пики! Нам было интересно, как устроена гитара! Покажешь нам? Я покажу! Но я не могу играть на гитаре один! Мне нужна твоя помощь, чтобы сыграть как надо! Хорошо! Когда я щипаю струну, она очень быстро двигается туда-сюда! И так получается нота! Ух ты! Ты прав, Дибо! Моя струна намного толще, чем твоя! Бьюсь об заклад, но твоей труднее балансировать! Чем быстрее струна движется туда-сюда... ...тем выше нота! А как извлечь другие ноты на гитаре? Вот почему мне нужна была твоя помощь! Эй, Дибо! Не мог бы ты пойти на дальний конец грифа, дружище? А-а-а... Корпус отвечает за громкость! Спасибо! Эй, подойди-ка и встань вот сюда, на верхнюю деку! О-о-о! Почему мы тоже так трясёмся? Когда я дёргаю струну, вибрирует весь корпус гитары! Отверстие для звука усиливает громкость! Точно так же, как... А-а-а... Как когда кричишь, прикладывая руку ко рту! Ха-ха! А-а-а... А-а-а... Ух ты! Это было очень громко! Верно! Наш урок окончен! Время... Джамить! Раз, два, три, четыре! Спасибо! И теперь у меня есть ответ на мой вопрос! Как устроена гитара? Гитары звучат, потому что струны вибрируют и издают звук! Звук становится громче, благодаря вибрирующему пустому корпусу гитары! Загрузить ответ? Дибо! Пока-пока, Пики! Пока, Плипи! Пока, Дибо! Помните, что музыка всегда с вами! Добро пожаловать! Загрузиться крылья! Крылья принято! Активируй Плипи-станцию! Уменьшаемся! Плипи-мобиль готов к приключению! Ты где-нибудь видишь котят, Тапс? Ого! Что это было? Привет! Это я, Плипи! А как тебя зовут? Можешь звать меня Кипли! А можешь звать меня Вкусняшка! Скажи, а у тебя ничего не припрятано? Припрятано что? Вкусняшки! Я чую их запах, прямо как у горячих пирожков! Они близки! Быстрее! Следуй за мной! Подожди! Супер! Как ты так идеально приземляешься? В моих усах есть сенсорные датчики, которые помогают мне ориентироваться, поэтому я всегда приземляюсь на ноги. Вот так! Ты думаешь, что пролезешь? Мои усы помогут мне определить, смогу ли я пролезть через узкий проход, не застревая. Видишь? Я же говорила! Вперед! Плипи! Тут так темно! Как ты что-нибудь видишь? Когда я не вижу, что вокруг меня, мои усы подсказывают мне, когда там что-то есть. Ох, крысы! Здесь нет вкусняшек! Но мы наверняка близки! За мной! А как еще тебе помогают усы? Даже малейший ветерок может сообщить мне информацию о моей среде и откуда именно исходит запах. Мои усы говорят мне, что вкусняшки вон. А, там! О, яблочко! Посмотрите на это! И я счастливее, чем свинья в грязи! Какое классное приключение, Кипли! Мы нашли вкусняшки! И я получил ответ на мой вопрос. Почему у кошек есть усы? Кошачьи усы помогают им в навигации в окружающей среде. Они так хорошо ориентируются, что всегда приземляются на ноги. Загрузить ответ, Тапс! Пока-пока, Кипли! Спасибо, Блипи! Так здорово, что ты был моим помощником в этом приключении! Всем пока! Готов, Дибо? Ха-ха-ха! Три, два, один! Да, это не то, что я представлял. Я хотел бы сделать несколько изменений. Конечно! Я могу использовать ластик! Хм, интересно. А как работает ластик? Отличная идея, Дибо! Мы уменьшимся и посмотрим поближе. Мне понадобится большая клешня и лопасти вертолета. Большая клешня, лопасти вертолета. Принято. Активируй Блипи-станцию. Уменьшаемся! Блиппи-мобиль готов к приключению! Хм, даже вблизи рисунок нуждается в некоторых изменениях. Может быть, я могу помочь? А? Я это удивительный Эрни! Привет! Это я, Блиппи. А это Дибо. Мы здесь, чтобы узнать, как работает ластик. Что ж, вы пришли к правильному ластику. Потому что я могу заставить все, что угодно, исчезнуть. Даже любые пометки карандашом. Это потрясающе! Приходите посмотреть лучшее шоу в городе! Кончик карандаша сделан из графита. И когда вы ведете им по бумаге, он оставляет след. Класс! Давайте посмотрим через увеличительное стекло. Графит остается на бумаге, потому что на самом деле он прилипает к бумаге. Ух ты! О-о-о! Только не это! Я ловлю! Фу, чуть не упустил! Простите меня. Ух ты! Эй, Эрни! Ты можешь стереть эту графитовую метку? О, какая отличная идея! Я сделаю так, чтобы эта графитовая метка исчезла! Я сотру ее! Когда ластик, например, такой, как я, трется о бумагу, возникает трение. И тепло! Потрясающе! Тепло делает ластик более липким, чем бумага. Поэтому графит отрывается от бумаги и вместо нее прилипает к ластику. Трение также приводит к тому, что ластик распадается или расщепляется. Видишь эти мелкие кусочки? Ха-ха-ха! Да, их совсем немного. О! Если достаточно долго потереть ластиком по бумаге, тогда смотрите-ка! Графит сходит! Та-дам! Мой трюк исчезновения! О! Это потрясающе! Это была магия? Нет! Это наука! Здорово! Я получил ответ на свой вопрос. Как работает ластик? Ластики работают за счет трения. Оно делает их более липкими, чем бумага. Поэтому графит на бумаге цепляется за ластик. Загрузить ответ, Дибо. Спасибо за волшебное шоу, Эрни. Теперь пришло время и нам исчезнуть. До свидания, Блиппи. Наша встреча не сотрется из моей памяти. Ух ты! Посмотри на всех этих мигающих светлячков! Раз, два, три! Раз, два, три! О, как я люблю считать! А ты, Дибо? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Эй, вернись сюда, глупышка! Ну, что там у тебя, Дибо? Ммм... А мне интересно, почему светлячки светятся? Мне понадобятся крылья! Крылья принято! Активируй Блиппи-станцию! Уменьшаемся! Блиппи-мобиль готов к приключению! Посмотри на все эти разные ритмы мерцания! Может быть, это счетная игра! Раз, два, три! Раз, два, три! У-у-у-у-у-у-у! Хе-хе! Ой! Хе-хе! Привет! Это я, Блиппи! Мне стало интересно, почему светлячки зажигаются! Привет! Я Фелиция! И если есть что-то, что ты должен знать о нас, светлячках, это то, что мы просто обязаны зажигать! Раз, два, три! Раз, два, три! У-у-у! Получается! Хе-хе! А попробуй поймать ритм еще раз! Дибо! Хе-хе! Мне нравится этот ритм, Дибо! У-у-у-у-у-у-у! Та-та-та! Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ба-ба-ба! Никогда не видел таких движений! Раз, два, три! Раз, два, три! Светлячки мерцают, когда им нравится ритм мерцания других светлячков! А с таким ритмом я просто не могу остановиться! Остановитесь! Все! Какой ужас! Лягушонок, ничего у тебя не выйдет! Спасатель Фелиция! О, это всегда срабатывает! А еще светлячки зажигаются, когда им грозит опасность! О-о-о! Как предупреждающий сигнал хищникам, чтобы держались подальше? Да! Нет, не в моем вкусе! Неплохо, но нет! Эй, Блиби! Ты поможешь мне найти светлячка с ритмом мерцания, как у меня? Ты имеешь в виду, как счетную игру? Да! Ты помнишь мой ритм мерцания? Раз, два, три! Раз, два, три! Точно! Мы нашли твою пару! Вот это то, что нужно! Какое классное приключение! И я получил ответ на свой вопрос! Почему светлячки зажигаются? Светлячки зажигаются, когда им нужно отпугнуть от себя хищников! А также мерцание помогает им найти других светлячков с таким же ритмом мерцания, как у них! Загрузить ответ, Дибу! Спасибо за помощь, Блиби! До встречи, Фелиция! Раз, два, три! Раз, два, три! Верно, Дибу! Почти все листья уже упали с деревьев! Это значит, что скоро зима! Ох, это действительно большой медведь! Похоже, что он готовится к зимней спячке! Это когда медведи замедляют свой ритм жизни и отдыхают! Это как несколько раз вздремнуть! Ха-ха-ха! Хм, мне интересно, как медведи готовятся к зимней спячке? Мне понадобится экскаваторная рука! Экскаваторная рука принята! Активируй Блиппи-станцию! Блиппи-мобиль готов к приключению! У-ху-ху! У-ху-ху! Ха-ха! Хо-хо-хо! Как хорошо ты умеешь крутить обруч! Я медведица Белла! Привет! Это я, Блиппи! А это Дибо! Ха-ха-ха! Интересно, как медведи подготавливаются к спячке? Ой! А что, уже настала та самая пора? Скоро наступит зима? Ой, нет! Мне было так весело этим летом, что я совсем забыла подготовиться! Мне стоит поторопиться! О! А не могли бы вы мне помочь? Конечно! Спасибо, Блиппи! У меня весьма длинный список! Для начала мне надо съесть много здоровой пищи! И побыстрее! Ха-ха! Так я смогу нарастить жир и мех, чтобы не замерзнуть! Рыба – это одно из моих любимых лакомств! О! О! Вуаля! О! Верно! Надо поесть! Спасибо, Блиппи! Мне еще нужно наесться ягодами! Белла! Ты разве не должна есть ягоды? Ой! Спасибо, Дибо! Здорово! Мы делаем успехи! Но теперь самое сложное! Нам нужно покопаться в земле, чтобы найти съедобные корни! Ха-ха-ха! Я знаю, что нам поможет ускорить процесс! Отличная работа, Блиппи! Извините, пожалуйста! Вкуснятина! Мне осталась последняя вещь, которая поможет мне не замерзнуть! Какая? Дополнительный теплый слой, чтобы согреться в пещере! Сосновые иголки! Это медвежий вариант большого теплого одеяла! Ого! Спасибо! Это выглядит очень уютно! Ого! Я полностью готова к зимней спячке! Я бы не успела все сделать за один день без вашей помощи! Думаю, мы все успели вовремя! Спасибо за ответ на мой вопрос, Белла! Медведи готовятся к зимней спячке, поедая много здоровой пищи и согревая свои пещеры, чтобы зимой в них было комфортно! Загрузить ответ, Дибо! Приятных сновидений, Белла! Пока, Блиппи! Кстати, сбереги мой обруч до лета, Дибо! Ух ты! Какая высокая гора! Но я думаю, что существуют горы намного выше, Табс! Хм, интересно, а какая же гора самая высокая в мире? Отличная мысль, Табс! Давай отправимся в Гималайи и все узнаем! Мне понадобятся крылья и рука экскаватора! Крылья, рука экскаватора подтверждено! Активировать станцию Блиппи! Блиппи-мобиль готов к приключениям! Отправляемся на поиски самой высокой горы в мире! Я Ха-ха! Привет, меня зовут Блиппи! А, это Табс! Мы здесь разыскиваем самую высокую гору! Да, я прямо сейчас на нее поднимаюсь! Привет! Я Бетти, Йети! Йети! Я как раз собиралась подняться на вершину, потому что там лежит самый лучший снег! Ужас! Нет ничего хуже слежавшегося снега! Можно с вами? Мне очень хочется увидеть, что происходит на вершине самой высокой горы! Ну, разумеется! Но приготовься! Это очень высокая гора! Ого! Лед! Мы поднялись так высоко, а тут наверху намного холоднее! Спасибо, Табс! Я очень люблю горячее какао! Плавина! Попалась! Ой, фух! Было близко Эй, это вершина горы! Да, мы добрались! Ой-ой, какой здесь ветер! Я держу тебя, Блипи! И как называется эта гора? Это непонятное слово! А, ну у вас она называется Эверест! Ты прав, Тапс! Вот я и нашел ответ на вопрос! Какая самая высокая гора в мире? Это гора Эверест! Она имеет высоту в 29 тысяч 35 футов! Загрузи ответ, Тапс! А снег здесь просто восхитительный! Ииии! Ииии! Приятного снежного перекуса! Прощай, Бетти-Ети! Прощай, Блипи! Здорово! Давай устроим пикник! Там действительно много муравьев, Тапс! И они все маршируют вместе! А мне интересно, почему муравьи ходят по цепочке? Хорошая идея, Тапс! Мы можем уменьшиться до размера муравья и узнать! Мне понадобятся паучьи лапки! Паучьи лапки! Принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! О, добро пожаловать! Я Анита, и это моя группа удивительных муравьев! Привет! Это я, Блипи! А это Тапс! Анита, мы хотим понять, почему муравьи ходят по цепочке! Что ж, присоединяйся и узнаешь! Мы как раз идем собирать закуски для большого обеда у нас дома! Спасибо, Анита! Звучит вкусно! Ты прав! О, привет, Морибель! Ого, твоя закуска выглядит вкусненько и... Итак, где ты ее нашла? Примного благодарна за информацию, Морибель! Мы, муравьи, обмениваемся информацией через наши усики! Побежали дальше! О, хорошая птичка! О-о-о! Ау! Ау! Анита! Эй, мы здесь! Прямо на тропинке, милашка! Есть тропинка? Я ее не вижу! Вы ее не видеть, потому что это запах! Когда мы идем, мы оставляем аромат, и муравьи позади нас чуют его через свои усики! Значит, у муравьев усики вместо носов? Смотри, твои усики подергиваются! Правильно, мои усики дергаются, потому что чуют что-то вкусненькое в этом направлении! Осторожней, тут дорога нерованная! Хе-хе-хе-хе! Анита вернула нас к нашему же пикнику! Ничего себе! Хорошо, муравьи! Все за едой! Помните, мечта сбудется для тех, кто вместе трудится! Ух ты! Виноград – хорошо! Грецкий орех – вкусно! Сыр и крекеры – обожаю! Я не могу поверить, что муравьи могут поднять все это! Еще как! Мы, муравьи, можем поднять в десять раз больше собственного веса! Ну что, друзья, возвращаемся на тропинку и следуем по запаху домой? Так же, как следовать за лидером! И теперь у меня есть ответ на мой вопрос! Почему муравьи ходят по цепочке? Муравьи ходят по цепочке, поскольку первый муравей оставляет за собой аромат, по которому следуют все остальные муравьи! Хе-хе! Загрузить ответ – Топс! Пока, Анита! Было здорово походить с вами по цепочке! Пока-пока, Блиппи! Ты прав, Диббл! Снег действительно завалил Блиппи-мобиль! Хм, мне интересно, как мы отсюда выберемся? Ух ты! Ах, смотри! Ха-ха-ха, да! Ха-ха-ха! Да, я экскаватор! Снежный экскаватор! Эй, снег! До завтра! Снежный экскаватор! Вот большая рука, с большим ковшом! Когда все уберу, можно ходить пешком! Снега-теминатор! Снежный экскаватор! Взял большое ведро, убираюсь весь день! Собираю я снег для веселых детей! Я словно гладиатор, снежный экскаватор! Работать могу, я даже в темноте! Вижу все вокруг, с помощью фонарей! Да, я экскаватор! Снежный экскаватор! Эй, снег! До завтра! Снежный экскаватор! Ты прав, Дибо! Будет весело подняться к тебе наверх! А вот и мы! Три, два, один! У-ху! Во-хо-хо-хо! У-хо-хо! У-хо-хо! У-хо-хо-хо! У-хо-хо! 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 Хе-хе-хе! У-хо-хо! У-хо-хо! Так здорово, Дибо! А вот в кабине моей рабочие сидят! Они двигают ковшом туда и сюда! Дейфа-ликвитатор! Снежный экскаватор! У-хо-хо-хо! У-хо-хо-хо-хо! Работать могу! У-хо-у-ух! Я сутки напр лёт! tuh-у-у-у! Ты когда не вчпиш никому! Этот кололёт! У-у-у! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Давай полетим в космическое пространство Мне понадобится ракетный ускоритель Ракетный ускоритель подтверждено Активировать станцию Блиппи А теперь пришло время узнать размеры планеты Увеличение! Так, Тапс, мы находимся в космосе Ух ты, да это метеорит! Эхей, это я, Блиппи! Добро пожаловать в космическое пространство Меня зовут Метеорит Мэри Я прилетел в космос, чтобы больше узнать о всех планетах нашей Солнечной системы В нашей Солнечной системе всего 8 планет Так давайте же ознакомимся с ними Ближе всех к пылающему Солнцу Расположены две самые маленькие и наиболее раскаленные планеты Это Меркурий и Венера О-о-оу! Как это горячо! Нам надо лететь! Третья планета это и есть твой дом Земля! Привет, мам! А вот и Марс Это красная планета Марс красного цвета, потому что он покрыт ржавым грунтом Тут слишком много пыли Пошли! Далее на очереди планета гигант Юпитер Он больше всех планет вместе взятых Однако меня это не сильно пугает Ну и ну! Нам стоит поторопиться Мы сейчас уже очень далеко от Солнца Встречайте Сатурн с его колечками Вау! Они выглядят очень красочно! Можно подлететь к ним поближе? Само собой! О-о-о! О-о-о! Хо-хо-хо! Е-е! У-хи-и! Погоди! Мы еще не дошли до конца Слева от тебя Уран Он удален от Солнца на миллиарды километров И там довольно холодно А теперь давайте поприветствуем Самую дальнюю ветреную и холодную планету Нептун Вау! Вот я и получил ответ на мой вопрос Какие планеты находятся в нашей Солнечной системе? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун Загружай ответ, ТАПС Спасибо за экскурсию, Мэри Это было очень здорово! Увидимся, Блипи! Пора принимать душ То есть метеоритный дождь! До встречи, Мэри